Мы наши туристические предложения, маршруты делаем, основываясь на самых ценных наших традиций, на наше культурное наследие, если хотите. Ну и одной из важных аспектов нашего культурного наследия является наши хлеба, особенно наши ритуальные хлеба, которые по своим формам, по своим предназначениям в наших туристических маршрутах, в наших туристических продуктах берем за основу раскрытие послания, раскрытие значения этих ритуальных хлебов. Потому что хлеб сопровождает человека по жизни с момента его рождения до момента его ухода с этой земли. И в каждый момент, в каждый важный момент его жизни он имеет разное назначение. То есть с самого момента рождения ребенка родственники дарят женщине, которая принимает роды, определенный вид хлеба в зависимости от того, если это родился мальчик или девочка. А далее уже муаше, как говорят, то есть женщина, которая принимает роды, она имеет такую роль, как приглашать на крестины тех желаемых кумовей, которые говорит данная семья. И там уже идут совсем другие формы хлеба и так далее. То есть и в момент свадьбы там совсем другие виды, там несколько видов хлебов. Это очень интересный пласт нашей культуры. И, как утверждают этнографы, на территории Молдавии изучено и найдено самое большое разнообразие ритуальных хлебов. Чем наши считаются более такими, более разнообразными и в аспекте скульптуральном. Потому что у болгар, например, типично делается пласт, ну типа лепешки, да, уже в зависимости от ситуации, там, из какого типа теста делается, да. И сверху наносится орнамент, тоже хлебом. У нас же, ну вы видели, да, те же холубаш или, да, те же с корицей, те же, то есть они абсолютно разные. То есть если у болгар, например, в основном это идет различие рисунка или, вернее, различие аппликации теста на тесто, да. Вот ритуального хлеба у них и у нас. Они совершенно различные. И различные, я говорю даже, и по размеру, и по форме абсолютно разные. В прошлом году мы запустили маршрут «Древо жизни», украшенный ритуальным хлебом и церковным вином. Мы специально взяли самые основные наши элементы, самые ценные наши элементы культуры, традиции. Это ритуальные хлеба, в аспектах которых мы самые уникальные, будем так говорить, тут в Европе, в мире даже. И наши самые хорошие вина. Потому что вино, хлеб, оно, конечно, сопровождает человека на протяжении всей его жизни. В этом маршруте мы включили 10 разных туристических локаций, таким образом, чтобы у каждого становиться и показать другую форму, то ли хлеба, то ли вина, другое назначение. Таким образом, чтобы в процессе прохождения или по итогам прохождения этого пути турист мог очень многое узнать о наших традициях, о наших историях, о философии жизни на этой земле. Поэтому этот маршрут, он предназначен для туристов, которые желают познать больше, познать больше из истории, из философии народа. Продолжение следует...